Девятнадцатого марта на сцене Ленинского мемориала в рамках международного музыкального фестиваля «Мир, эпоха и имена» была реанимирована знаменитая патетическая оратория Георгия Сверидова. Таким образом, на вечере мощно и убедительно была озвучена главная тема фестиваля – столетие Российской революции. Историческое произведение исполнили Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под руководством заслуженного деятеля искусства Российской Федерации Олега Зверева. Заслуженный артист России Петр Мигунов, лауреат международных конкурсов Ариадна Гусева и один из лучших хоровых коллективов России – Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла. Капелле 72 года, и она с кем только не пела эту патетическую ораторию, начиная еще с Кондрашина, Светланова, еще при жизни Сверидова. И это тогда было сочинение одной из самых массовых, самых известных. Патетическая оратория, написанная в 1959 году, сразу вошла в золотой фонд русской советской классики. Литературную конву произведения Георгий Сверидов составил сам, используя произведения советского поэта Владимира Маяковского. Вскоре после премьеры началось ее триумфальное шествие по стране. К сожалению, в 90-е годы прошлого столетия оратория надолго ушла из жизни. И только на сцене Ленинского мемориала были исполнены все семь частей оратории. Практически на всем протяжении оратории солирует бас, который по замыслу композитора олицетворяет самого поэта. Эту ответственную партию исполнил солист певческой капеллы Санкт-Петербурга, солист Большого театра Петр Мигунов. Удивился, приехав сюда, выдел этот огромный уникальный комплекс с такой интересной архитектурой. Это тоже наша история, мы на этом выросли, мы через это прошли. Хорошо, что это сохраняется в таком виде, даже как-то развивается экспозиция. Я прошел, и современные художники переосмысливают эту историю. Так и музыка Сверидова, она через какой-то момент забытья прошла второе рождение, и сейчас все больше и больше оно исполняется. Семь частей оратории, семь страниц нашей жизни, нашей истории. Революция, гражданская война, мирное строительство в молодой стране Советов. Вся она подобна монументу, высеченному из гранитной глыбы, ставшему нерукотворным памятником Маяковскому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok